дорогие друзья здравствуйте я сегодня получила посылку из процветка вот уже распаковала частично ее но не дальше а дальше давайте будем вместе распаковывать и смотреть эту посылочку я заказывала специально ради только ради того чтобы займите палеантовые розы очень красивые ну и посмотрим кроме этого здесь должна быть ирка вот распаковала да не с той стороны да попробую сейчас вытащить видите как перевернула вот смотрите что здесь я имею давайте посмотрим ой братцы мои да она закрытой корневой системой это роза так кроме этого посмотрите что еще у меня здесь есть буду разрезать и вам показывать вот купила специально вот такое приспособление чтобы делать отверстие в грунте смотрите вот 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 буду резать как получается все так аккуратненько скреплено посмотрите вот какое приспособление отличнейшая вот ручка такая да удобно будет держать вот если так возьму да очень удобно здесь заостренная и вообще в скором времени я вам покажу что это я там на выписывал такого интересного для своего сада огорода самые необходимые такие приспособления и вот одно из них первое дальше вот это ирга я надеюсь вы все знаете что такое ирга вот друзья ирга здесь она хорошо упакована плотненько так ну почки что спящие будем смотреть один вот такой стволик принципе я вижу что древесина крепенькая здоровенькая так откладем сторону следующее смотрите вот смотрите что лилия африкана она будет у нас желтого цвета крупная такая да вот причем причем размер сейчас посмотрим я ее друзья до заказывала у них так вот смотрите как она выглядит не знаю зацветет на следующий год или нет но принципе вот сам глубинек ведь и очень даже красиво смотрится крепкий здоровый все прекрасно так а вот и она вот и она розочка так смотрите как они упаковали вот чтобы она не рассыпалась она у них вот в таком вот горшке да и здесь как вы видите аккуратненько она прикреплена к картону сейчас попробуем ее разрезать так 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 мне даже нравится вы представляете вот вот здесь название видите как название розы pink fairy она будет розовая такая листья меленькие такие да ну принципе как у шиповника но она цветунья большущая так что-то еще здесь у меня лежит вот я еще заказывала смотрите золу да кстати некоторые товарищи меня на канале спрашивали где брать золу вот посмотрите зола древесная гранулированная универсальная вот калий магний серо все здесь есть видите какие гранулки здесь вот еще одну и и и и что у меня там на днек так вот здесь они упаковали посмотрите раньше присылали большие такие вот рассылочки а сейчас вот такие небольшенькие так баверия здоровье для чего для флоры вот такая я так понимаю памятка да вот она памятка и здесь все расписано дозировка как что использовать да дальше про сам канал про цветок здесь все написано так онлайн про цветок в принципе они просто напросто рекламирует как заказывать у них товар ну и ладно так а вот здесь вот посмотрите сам вот этот прайс лист где мы видим где мы видим что мы видим лилию африкан вот она вот она ведь вот какая я уже покажу так вот такая будет роза эти мелкие такие листочки но их очень много будет ну и зола так дальше вот это вот кусик ирги ну что будет я не знаю но надеюсь что она вырастет а ирга кустовая смолки называется вот такие друзья товары я заказала да кстати хочу еще сказать что у меня были баллы раньше я у них заказывала товар так и вот если смотреть нашими белорусскими мерками то все это стоило у меня 43 рубля 95 копеек так 10 рублей 39 копеек они у меня списали и стоимость всего этого заказа была 33 рубля 56 копеек плюс за доставку е доставка была у меня до евро доставка я имею ввиду да и того 40 рублей 50 копеек за все вот это заплатила вот такие друзья посылки сегодня у меня в руках очень красивая розочка так ну нужно почитать поинтересоваться у них на сайте как они ее сохраняют на улице или в подвале возможно но я еще сама посмотрю что я буду с ней делать может в подвал отправлю на улицу может и не будут на зиму посмотрю ну что ж друзья благодарю за просмотр если бы вы писали подобные вот такие розы то пожалуйста пишите в комментариях как вы с ними поступали вот именно в осенний период куда вы их высаживали на улицу или хранили на балконе в подвале ну и пока-пока пока